Здравствуйте! В эфире новости 24. Я Хадижа Курбанова и к событиям сегодняшнего дня. Ни средств защиты, ни лекарств, ни коек в больнице. Жители села Тибикмахи Акушинского района бьют тревогу. По официальным данным, диагноз пневмония там подтвердили у 88 человек. Но, как утверждают местные жители, реальные цифры намного выше. В селе каждый второй болеет респираторно-вирусным заболеванием. Однако, ввиду нехватки медперсонала и больших очередей на обследование, люди вынуждены заниматься самолечением. Но и тут возникает проблема. На всех не хватает лекарств. Подробность у Патима Тханаповой. В апреле этого года в селении похоронено 12 человек. В год у нас выходило где-то 15-17 человек. Сейчас за месяц 12 человек. Практически у всех погибших были отмечены признаки пневмонии. И все они старше 60 лет. В селе не осталось ни одного дома, которого бы не коснулось болезни. Так описывают ситуацию местные жители. Коек в больницах не хватает. Да и попасть на обследование не удается с первого раза. Один рентгенаппарат на весь район. У нас рентгена нету. Бегаем в район. А там тоже бесчетное количество очередей. Там целый день люди стоят. Очередь не доходит. В районе не хватает места для рентгена. Например, большая очередь. В сегодняшний день там было около 70 человек в очереди. Также мы нуждаемся в таком мобильном передвижном аппарате для рентгена. Если такой тоже будет возможность. Лечиться людям приходится в основном дома. Да и лечением это по большому счету не назовешь. Даже самые простые противовирусные лекарства в аптеках днем с огнем не сыщешь. Это Рамазан Мажидов, житель села Тибек-Махия. Один из тех, кто с диагнозом двухсторонняя пневмония вынужден переносить болезнь дома. Таких, как я в селе, можно сказать 300-400-500 человек, если не больше. Нам необходимы медикаменты. Нет у нас медикаментов. Просто их капельницу хотя бы поставить. Не говоря уже о искусстве, вентиляции легкой даже их в райцентре. Говорят, нету. То, что у нас там лежат больницы, я с ними созванивался. Даже такой аппараты там вообще тоже нет в райцентре, в районе больницы. Здесь проживает более двух тысяч человек. На все село трое фельдшеров, каждый из которых вынужден принимать не менее 30 человек. И это при отсутствии необходимого оборудования и лекарственных препаратов. Люди даже выехать за лекарствами не могут. А село оцепили полицейскими. Мы просили замминистра, чтобы выделили хотя бы рентген, чтобы людей узнали, в каком состоянии. Люди просят, но нету данное время абсолютно никакой помощи. Мы обращаемся к вам, оказать нам какую-то определенную помощь, хотя бы лекарствами. Хотя бы если не можете вы нам лекарства выделить, дайте хотя бы условия создать, что мы сами приобрели. Мы сами приобретем. Дайте хотя бы пару врачей, специалистов по этой болезни. Нам обещали, что заявку напишут, что выделят. Пока заявку напишут, пока это выделят, люди болеют, люди в тяжелом положении находятся. Понятно одно. Положение в дагестанских муниципалитетах складывается угрожающее. Дефицит всего необходимого наряду с растущим количеством заболевших. Однако хуже всего то, что в этой ситуации никакие экстренные меры все еще так и не предприняты. Люди ждут руки помощи от власти. А просят местные жители совсем немного квалифицированных врачей, аппараты для обследования больных и дополнительные коечные места. А мы, в свою очередь, выражаем надежду, что зов отчаянных людей все-таки будет услышан. По тематам Анапова, Дауд Гасанов, Новости Ананты, Акушинский район. Карантинные меры и режим самоизоляции охватили сейчас весь земной шар. И трудно найти на планете уголок, которого бы не коснулись ограничительные меры, связанные с распространением пандемии. В изоляции на карантине оказались наши земляки по всему миру. Многие из них живут за границей уже долгие годы. И мы решили связаться с ними, чтобы узнать об особенностях национального карантина. Наш земляк, известный врач-невролог Джалал Саидбегов, уже 30 лет живущий и работающий в Италии, поделился своим видением ситуации страны, ставшей одним из самых серьезных очагов эпидемии. Он обратил внимание на то, что самоизоляция является самым эффективным средством против распространения вируса. Вначале не верили, это было несколько дней. Там мутили воду даже такие самозванные специалисты, вирусологи и так далее, и так далее. Но потом, когда поняли, когда начали умирать люди, когда начали умирать врачи, тогда поняли, что ситуация серьезная. Что я бы рекомендовал? Это самая главная самоизоляция. По-русски, почему-то везде, в Италии, во всем мире, на Западе это называется карантин, а почему-то в России самоизоляция. И соблюдать все меры безопасности, не контактировать друг с другом, находиться дома. Но в Дагестане все еще есть районы, которые не затронул коронавирус. Региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием составил карту распространения инфекции в республике. Согласно опубликованным данным, случаи заболевания зафиксированы в 39 муниципалитетах Дагестана. COVID-19 не затронул лишь Ногайский, Огульский, Рутульский, Маграмкенский, Чарадинский, Ахтынский, Ахвахский, Дугаспоринский, Курахский, Табасаранский, Хивский и Кулинский районы. Напомним, всего на сегодняшний день в Дагестане, по официальным данным, выявлено свыше тысячи случаев заболевания. Больше всего зараженных в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, Карабудахкенском и Сергокалинском районах. С сегодняшнего дня МФЦ Дагестана временно прекращает прием документов и переходит на работу в режиме консультирования. При этом все услуги МФЦ можно будет получить через работу специальных колл-центров. Для этого будет увеличено количество дежурных операторов. Что касается тех, кто записался на прием в МФЦ ранее, то их обращения будут принесены на более поздний срок. Также остается возможность оформлять свои заявления в формате онлайн. МФЦ возобновит свою работу, как только улучшится эпидемиологическая обстановка в республике. Беда нередко приходит нежданно и застает человека врасплох. В таких случаях люди часто не знают, куда обратиться и вынуждены получать двойной стресс от организации неприятных и болезненных хлопот. В Дагестане решили хоть немного облегчить положение тех, кто столкнулся с самым страшным горем – потерей близкого человека. Чтобы организовать омовение тела покойного, согласно канонам ислама, организован специальный пункт. Предусматривается, что в нем будут оказывать ритуальные услуги и омывать тела людей, из жизни которых унес новый вирус. Пункт работает в Дагестане с 3 апреля этого года. Его сотрудники соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы. Омовение можно провести в мечети, которая находится на улице Камаева, 94, Махачкале. Там постоянно дежурят богословы, а также круглосуточно работает телефон, по которому можно задать интересующие вопросы. В Муфтиате разъясняют, что над умершими от COVID-19 обязательно нужно проводить обряды, предписанные исламом, но совершать их нужно, придерживаясь строгих санитарных норм. Пусть Всевышний простит грехи усопших и вознаградит их раем. Выражаем их родным и близким глубокие соболезнования и желаем сил и стойкости духа. Дорогие братья и сестры, знайте, мы глубоко сочувствуем вам и разделяем боль вашей утраты. И именно в этот период мы хотим призвать вас к соблюдению некоторых правил, которые позволят уберечь большую часть населения от заражений коронавирусной инфекцией. Просим вас максимально ускорить процесс похорон и привлечь к участию в погребальном обряде как можно меньше людей. Также просим не собираться на соболезнованиях, подвергая опасности себя и других. Муфтия Дагестана возлагает на имамы сел, городов и районов осуществление контроля над соблюдением гражданами вышеизложенных правил на территориях подведомственных им приходов. Просьба ко всем жителям республики с пониманием отнестись к проводимой богословами разъяснительной работе. Пусть Создатель поможет всем нам в это нелегкое время. Около 10 тысяч семей в Дагестане ежедневно получают еду на вечернее разговение после обязательного поста. Фонд Инсан намерен весь месяц Рамадан кормить своих подопечных, вся еда доставляется людям прямо к порогу дома. Акция, по словам представителей фонда, станет альтернативой традиционному шатру Рамадана. Подробности знает Абдула Алиев. Традиционная акция шатюра Рамадана успела полюбиться многим. Каждый год тысячи верующих на протяжении всего священного месяца ежедневно собирались с ним вместе для разговения. В шатре всегда царила атмосфера братства, ведь эта акция объединяла людей и помогала нуждающимся. В этом году, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, шатюр Рамадана претерпел изменения и перешел в дистанционный режим. В этом году мы планируем осуществлять адресную доставку нуждающимся семьям уже готового приготовленного плова. И по всей республике Дагестан с участием всех филиалов мы планируем охватить чуть более 10 тысяч семей ежедневно. Фирменное блюдо шатры осталось неизменным – узбекский плов. Стоит учесть, что для его приготовления тратится немало средств. Только для нуждающихся жителей Махачкалы ежедневно готовится 2500 порций. Доставить их по адресам, как всегда, помогают отзывчивые волонтеры. За сердце аж цепляет, понимая, что людям очень тяжело живется. А тем более шатка, когда это самоизоляция, вирус. Так что она очень актуальна, как помощь, которая оказывается фондом Минсан. Хотелось бы призвать, наверное, всех неравнодушных людей. Помогать, смотреть по сторонам. У кого-то соседи, у кого-то друзья, родственники. У кого-то не имеет возможности, есть маленькие дети, вдовы, сироты. Помогайте, пожалуйста, братья и сестры. Или если некому помочь, хотя бы через посредством таких фондов, как Минсан или другие фонды, оказывайте помощь нашим близким, нашим землякам. Цели акции «Шатер Рамадана» остались такими же. Накормить нуждающихся в этот священный месяц и предоставить возможность поучаствовать в этом благом деле всем, кто имеет возможность. Фонд Минсан продолжает проводить сбор средств для ежедневных ифтаров, благодаря чему любой желающий сможет внести свой вклад в благое дело и накормить своего ближнего. А как известно в исламе, лучшей милостыней считается то благодеяние, что совершается в священный месяц Рамадан. Абдулла Алифдауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. Я Хадижа Курбанова. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин